Туркменистан готов транспортировать в Европу свой природный газ через Каспийское море и Азербайджан. Вопрос развития партнерства в топливно-энергетической сфере обсудили президенты Ильхам Алиев и Гурбангулу Берден Мухаммедов. Президент Туркменистана находится в Баку с двухдневным официальным визитом. Программа насыщенная. Страны также намерены развивать сотрудничество в транспортной и инвестиционных сферах. С этой целью Азербайджан и Туркменистан пополнили совместно договорно-правовую базу новыми документами. Основополагающим среди них стала декларация о стратегическом партнерстве. О значении подписанных соглашений для будущего взаимодействия стран мы поговорим с профессором ЮНЕК, доктором экономических наук Эльшадом Мамедовым. Здравствуйте, Эльшад Ягубович. Здравствуйте. В ходе проведенных встреч президенты Туркменистана и Азербайджана главными приоритетными направлениями назвали энергетику и транспорт. Президенты анонсировали много новых проектов в этих сферах. О чем идет речь здесь и как скоро будет возможна транспортировка туркменского газа в Европу через Каспийское море и Азербайджан? Абсолютно верно, что именно энергетика и транспорт являются самыми перспективными и основополагающими базисами для сотрудничества между Туркменистаном и Азербайджанской республикой. И считаю, что именно в сфере энергетики и транспорта заложены самые перспективные отрасли для взаимовыгодного сотрудничества между двумя вышеуказанными странами. Мы знаем, что в настоящее время на мировом рынке газа существует достаточно острая конкуренция среди основных поставщиков газовых ресурсов. Вместе с тем, рассматривая именно Туркменистан как страну одного из крупнейших производителей и экспортеров газа на мировые рынки, мы должны констатировать, что после развала Советского Союза и обретения независимости Туркменистан в первую очередь в качестве основных внешних экспортных рынков принял за основу азиатские рынки сбыта как одни из наиболее динамично развивающихся. И этому также способствовало и географическое положение Туркменистана. Но вместе с тем, конкуренция, как я уже отметил выше, на мировых рынках сбыта газа достаточно сложная. И поэтому это диктует для основных экспортеров искать все новые и новые рынки сбыта. И в этом аспекте то, что Туркменистан все больше начинает акцентировать в качестве сегментов сбыта своего газа и начинает принимать за основу также и европейские рынки сбыта вполне закономерно и обоснованно. Что касается вопросов и конкретных каналов сбыта туркменского газа в Европу, то, конечно же, мы можем констатировать, что именно Южный газовый коридор является наиболее оптимальным с экономической точки зрения каналом сбыта туркменского газа в Европу. Вместе с тем, мы должны констатировать, что и в Европе, и в частности в Европейском Союзе, идет достаточно бурная и оживленная дискуссия на тему диверсификации основных поставщиков газа в Европу, и в частности в Европейский Союз. И в этом аспекте, я думаю, что Европа вполне заинтересована в том, чтобы наряду с шахтинизм, ресурсной базой для Южного газового коридора, конечно же, стал бы и туркменский газ. Мы знаем, что в Туркменистане достаточно много и перспективных, разрабатываемых газовых месторождений, которые вполне могли бы стать ресурсной базой для Южного газового коридора. И вместе с тем, я хочу особо подчеркнуть и тот факт, что в Европе потребности в газе достаточно динамичным образом возрастают. И я не думаю, что объем поставок туркменского газа, а также объем поставок азербайджанского газа по Южному газовому коридору повлекут за собой какую-то ожесточенную, острую конкуренцию. Потому что, так я уже сказал, объем потребностей Европы в газе будет неуклонно возрастать, даже несмотря на то, что альтернативные источники энергии достаточно активно внедряются, но в целом объем потребностей в энергоресурсах в Европе возрастает. И поэтому, на мой взгляд, как раз-таки потребность как в азербайджанском, так и в туркменском газе для Европы будет актуальна еще в течение долгого периода времени. И поэтому подключение Туркменистана к проекту Южного газового коридора, на мой взгляд, с экономической точки зрения, абсолютно перспективно, закономерно. Я считаю, что после внедрения в эксплуатацию, после введения в эксплуатацию как трансанаталистического, так и трансандриатического газопроводов, включение Туркменистана в эту сеть будет с экономической точки зрения выгодным как для поставщиков, так и для потребителей газа. Много президента говорили и о диверсификации транспортных маршрутов. Ашхабад приветствует проект Баку-Тбилиси-Карс. Сегодня страны также подписали протокол об организации грузоперевозок между портами двух стран. О каких перспективах можно говорить в этом направлении? Считаю, что в целом для обеих вышеуказанных государств в настоящее время в экономике преобладают все новые актуальные приоритеты, связанные с диверсификацией национальных экономик. Потому что в течение долгого периода времени мы знаем, что конъюнктура ценноэнергоносителей благотворно сказывалась на экономических возможностях основных стран-производителей, экспортеров, энергоресурсов. Но сейчас мировая экономика достаточно динамично развивается и меняется. И в этих условиях для таких крупных участников мирового энергетического рынка, как Азербайджан и Туркменистан, актуализирован вопрос, связанный с диверсификацией своих национальных экономик. И транспорт в этой связи является действительно одним из основных сегментов и основных базисов для диверсификации национальных экономик. И вместе с тем, конечно же, нужно подчеркнуть стратегическое, удобное географическое расположение этих стран. И в этих условиях эти страны, конечно же, могли и могут в будущем послужить настоящим мостом между Европой и Азией. Мы знаем, что азиатский рынок является самым динамично развивающимся мировым рынком. И он будет нуждаться в соответствующих поставках, будь то оборудования или каких-то технологий из Европы. И в этой связи, если рассмотреть какие-то альтернативные маршруты, то именно данный маршрут, связывающий, который мог бы связать посредством Азербайджана и Туркменистана, Европы и Азии, можно рассматривать как наиболее оптимальный с экономической точки зрения. И поэтому после ввода в эксплуатацию транспортной магистрали Баку-Тбилиси-Карс, безусловно, возможности именно транспортного сектора обеих стран будут неуклонно возрастать. И, конечно же, очень отрадный факт, что существует политическая воля руководства обеих стран для развития взаимовыгодного сотрудничества именно в транспортной сфере. И я считаю, что в ближайшие годы мы сможем констатировать уже конкретно развитие взаимовыгодного сотрудничества не только в энергетической сфере между Азербайджаном и Туркменистаном, но и в такой стратегической области, как транспортное сотрудничество. Благодарю, Ильша Адрия Гулович, за интересную беседу. Напомню, с профессором ЮНЕК, доктором экономических наук, мы говорили об активизации основных направлений торгово-экономического сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном.